Всем привет! Это снова винтажная кухня. Приближается Пасха. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом пасхальных венков, которые наравне с куличами смогут стать украшением праздничного стола. Оба венка я приготовлю из одного теста, но с разными начинками и в разной технике. По этому рецепту венки получаются пышные, очень сдобные и вкусные. Итак, в первую очередь я подготовлю дрожжи. Их нужно поместить в отдельную емкость, залить теплым молоком. Молоко должно быть обязательно теплым, но не горячим, иначе дрожжи заварятся. Добавлю сюда десертную ложку сахара от общего объема. И немного соли. Обязательно нужно перемешать так, чтобы комочки дрожжей растворились. Нежелательно, чтобы они оставались на дне. Теперь в мою опару я добавляю столовую ложку муки. Тщательно это все перемешиваю, чтобы комочки муки не всплывали на поверхности. И отставляю в сторону. В целом опара должна простоять не менее получаса. Теперь я беру из 6 яиц 4 целых яйца и 2 белка. 2 желка я отложу на потом, чтобы смазывать ими свои венки. Я тщательно взбиваю яйца. Лучше это делать венчиком вручную, не блендером. А теперь добавляю сахар. Яйца нужно тщательно взбить с сахаром до растворения кристалликов или хотя бы до состояния, когда они будут маленькие-маленькие. Добавляю соли. Соли здесь приблизительно щепотка понадобится. Я люблю перемешивать после каждого добавления продукта, поэтому здесь я снова взбиваю венчиком после добавления соли. И кладу сюда очень-очень сильно размягченное сливочное масло. Оно у меня постояло пару часов при комнатной температуре, стало очень-очень мягким. И продолжаю взбивать венчиком. Масло в этом тесте будет постепенно-постепенно вбиваться в основную массу. Сначала будут кусочки, но потом постепенно масло разойдется в яичной смеси. Теперь добавляю ванильный сахар. И чайную ложку куркумы. Куркума придаст тесту красивый золотисто-желтый цвет. Ничего сверхпикантного из-за куркумы в тесте не будет. Теперь я порционно начинаю добавлять творог. У меня творог зернистый. При репке моих венков мелкие зернышки творога будут давать очаровательные белые комочки. Если вам больше нравится гладкое тесто, то, конечно, лучше будет протереть творог через сито, либо просто взять гладкий творог. Чем больше творога я добавляю, тем сложнее стану. Поэтому на данном этапе можно уже перейти на ручной миксер. Теперь подошло время влить в тесто мою опару. Она получилась у меня очень пышная, полезла за края мисочки. Пришлось подставить тарелку. Будьте готовы к тому, что опара занимает очень много места. Добавляю ее сначала ложкой, ну а потом выливаю полностью в творожную яичную массу. И сейчас я добавляю первый стакан просеянной муки. В рецепте у меня заявлено 6,5 стаканов муки. Если стакан, то это 200 мл. Но нужно внимательно смотреть за состоянием теста. Муки может понадобиться либо чуть больше, либо чуть меньше. Все будет зависеть от того, какая у вас мука, как она впитывает влагу. Ориентируйтесь сами. Тесто не должно быть очень крутым. После добавления каждого последующего стакана муки я, естественно, перемешиваю тесто заново. До тех пор, пока это возможно, я использую ручной миксер. Ну а потом перехожу, конечно же, на замешивание теста вручную. Поскольку общая масса теста получается достаточно большая, вымешивать его придется достаточно долго, минут 20. Я вымешиваю тесто сначала в миске, а потом перехожу на плоскую поверхность. Здесь тоже придется регулировать его состояние при помощи муки. Подсыпать ее периодически, чтобы тесто было упругим, но не липло к рукам. Продолжение следует... После долгого вымешивания я помещаю свое тесто в глубокую миску, накрываю миску пленкой и ставлю на расстойку. Я обычно это делаю в духовке, разогретой предварительно до 50 градусов. А время расстойки занимает где-то час-полтора. Продолжение следует... Продолжение следует... После расстойки тесто увеличивается в объемах в 2-2,5 раза. Его нужно выложить на ровную поверхность и разделить на две части, чтобы получилось два венка. Теперь одну часть теста я поделю на кусочки приблизительно размером с кулак. Каждый кусочек я скатаю в шарик. Их получается... У меня сейчас 7 штук, но, наверное, я использую только 6. Каждый шарик нужно раскатать скалкой в плоскую лепешку толщиной приблизительно 0,5 см. Вос Potato Восhã должно быть просто 3 резинки и Вос Printing Теперь лепешку из теста сверху я посыпаю шоколадными каплями. Для этого венка у меня есть три вида начинки. Шоколадные капли, кокосовая стружка и обычные кондитерские посыпки. Их можно купить в любом магазине. Итак, лепешку из теста я посыпала шоколадными каплями. Теперь сворачиваю лепешку в жгутик. Жгутик из теста нужно сложить пополам и разрезать его вдоль спинки. По такой технологии делается плюшка московская. Разрезается вдоль спинки и выворачивается наизнанку. Получается подобие сердечка из теста, в котором видна начинка. Продолжение следует... Теперь я складываю свои сердечки из теста в смазанную сливочным маслом форму, выкладывая их по кругу, чередуя начинки. Накрываю полотенцем и оставляю постоять еще минут 40 при комнатной температуре. Для второго венка я беру оставшуюся часть теста и делю ее на три части. Из каждой из этих трех частей нужно скатать длинный жгутик или колбаску, как угодно. И далее каждую колбаску или жгутик я делаю скалкой очень плоской. Теперь в центр каждой плоской такой колбаски я выкладываю начинку. Здесь у меня заранее замоченные цукаты из киви и сладкой моркови и изюм. Начинку я раскладываю вдоль теста и дальше защипляю сверху. Ну а теперь из трех получившихся жгутиков с начинкой нужно сплести косичку. Я защипываю тесто в самом начале, чтобы косичка моя не рассыпалась. Просто плетую ее как обычную косичку. Аккуратно, конечно, чтобы тесто не слепалось. И далее перекладываю в круглую форму с дыркой посередине. Форма должна быть обильно смазана сливочным маслом. И даю точно так же постоять полчаса минут 40, так же, как и предыдущему венку. Перед тем, как отправить мои венки в духовку, я беру отложенные заранее 2 яичных желтка. Хорошенько их взбиваю. Я в данном случае не добавляю к желткам ничего, но при желании можно добавить, например, сметану. Желтки я взбиваю тщательно и хорошенько смазываю поверхности обоих моих венков. Выпекать мои венки я буду в течение получаса при температуре 160 градусов на режиме вверх-вниз плюс вентиляция. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие пышные золотистые венки у меня получились. В принципе, дополнительного украшения они не требуют. Я позволила себе один венок украсить марципановыми перепелинами яичками. И на этом я остановилась. Но заядлые сладкоежки, конечно, могут еще сверху добавить глазури. Венки, конечно, получаются очень большими. Их лучше готовить на большую семью или на компанию. Субтитры сделал DimaTorzok По наблюдениям и по моему личному вкусу, венок с цукатами лучше подходит к чаю, а венок с шоколадом, посыпками и кокосом блестяще сочетается с кофе. Я благодарю всех за просмотр этого видео. Поздравляю всех с приближающимся великим христианским праздником Воскресения Христова. Всем желаю мира, добра, любви и побольше радости.